Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня к нам в студию Московского Педагогического Государственного Университета имени Владимира Ильича Ленина пришла выпускница нашего университета, а теперь уже кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Анастасия Александровна Симонова. Здравствуйте, Анастасия Александровна, я очень рад вас видеть. Ну вот с вами сегодня второй раз встречаемся в нашей студии. Первая наша программа, она носила такой застрельный характер, а сегодня мы уже поговорим на другие интересующие наших зрителей темы, да, собственно говоря, меня тоже эти темы интересуют. Вы признанный специалист по истории христианства, разных, так сказать, его течений, направлений, конфессиональных особенностей и так далее. Я вот думаю, что вторую нашу программу можно было посвятить монастырям, укладам монастырской жизни, уставам монастырским, ну и прочим аспектам этой довольно обширной темы. Понятно, что мы как историки будем говорить прежде всего вот с позиции ученых, историков, а не с позиции клириков русской православной церкви, там и римско-католической церкви. Просто некоторые наши зрители довольно часто нас упрекают в том, что мы, дескать, не имеем права говорить на эти темы, получали ли мы какое-то благословение от каких-то святых отцов на занятие этой темой и так далее. Но для любого здравого человека это выглядит, в общем-то, смешно, потому что научный поиск, он, в общем-то, не связан с церковной организацией, которая претендует на выражение тех или иных там религиозных убеждений, устремлений там и так далее. Мы изучаем церковь и основные течения, например, тех или иных вероучений именно как ученые, как историки. Поэтому вам и карты в руки. Ну, у меня вот первый такой, в общем-то, наивный вопрос, но, с другой стороны, он вполне закономерный. Что такое монастырь? Ну, вообще, монастырь, если смотреть греческий перевод, то это переводится как слово «один». И по факту монастырь – это некое такое микросообщество, отделенное от остального общества. И вот удивительно, что в разных языках сложилось разное определение. У нас в основном используют слово «обитель», где иноки обитают, то есть это у них такая определенная форма жизни. Не монастырь, да, они там не разделены, не единичны. Аббатство на Западе используется часто. Мы можем очень часто в переводных источниках и в переводных публикациях видеть слово «аббатство» вместо слова «монастырь». Это молодых исследователей очень часто сбивает. И связано это, прежде всего, с, наверное, различными течениями в монашеской жизни, с различным восприятием монашества как таковое. Потому что разные формы организации монастыря, они существуют и существовали с глубокой древности. А скажите, а на Востоке эти монастыри, они приобретают, так сказать, черты и формы тех или иных конфессий, которым они принадлежат? Или в восточных церквях, там, например, Александрийской или какой-нибудь Антиосийской, там существуют свои нормы монастырского строения? Да, конечно, нормы существуют разные, в разных традициях, течениях, они очень отличаются. Несмотря на то, что есть какие-то некие общие черты, которые связаны, прежде всего, с уставами монастыря, различия, они тоже очень существенны. Но вот если мы говорим про Восток, про коптскую традицию, то это такое некое увлечение, ну, скажем так, даже мистикой. И монастыри такие существовали, и от Антония Великого, когда монахи прям очень-очень увлекались мистикой, связанной с очень древними религиозными традициями, даже с язычеством. А скажите, пожалуйста, вот вы только что говорили о уставах монастырских. Понятно, что эти уставы возникли довольно давно, и они во многом определяли характер монастырской жизни. Вот какие бы основные уставы монастырские вы могли бы назвать, это раз. Кто был автором этих монастырских уставов, чем связано появление этих уставов, ну и так далее. То есть, если можно, вот поподробнее именно на эту тему. Ну, хочется выделить, наверное, три большие группы уставов. В первую очередь, если мы говорим про Русь, у нас существует традиция афонских монастырей, и это студийский устав. Причем там есть два варианта, устав Федора Студита и Алексея Студита. Они различаются по мировосприятию, по организации быта монахов. У нас, как правило, это Федор Студит. А Федор Студит, он кто? Афонский подвижник, основатель монастыря на Афоне, откуда многие наши духовные лидеры говорят, что христианство, вот и монастырское строение у нас оттуда произошло. И не видя, ну, скажем так, другие вкрапления в жизнь монахов, основываются только вот на этом уставе. А он, Федор Студит, был сам греческим монахом и был причинен к лику святых, что ли? В абсолюте, да, греческий монах. У нас вот считается, что Киево-Печорский монастырь был основан на основании устава афонских старцев Федора как раз Студита. И связывают именно с именем Феодосия Великого. А, Феодосия Печорского. То есть, такую ниточку прослеживают, потому что действительно есть данные и в Патерике, и в летописи, что отправляли монахов на афон познакомиться с уставом. А, понятно. То есть, после принятия христианства монахов Киева-Печерского монастыря отправляли туда как бы на учебу, да? Ну, да. То есть, у нас есть такие данные. Несмотря на это, монастыри же существовали до принятия христианства. И археологические данные подтверждают и летописные, что существовал монастырь Святой Ирины, например, в Киеве. То есть, до официального принятия христианства? До официального. Это еще ко времени первых варягов-мучеников относится. В 850-е чуть ли не годы, может быть, там чуть позже. То есть, это у нас IX век. А археологически каким-то образом этот монастырь был обнаружен или нет? Он был обнаружен. Это конец XIX века. Вот последняя публикация о нем была. Это был Закревский. И потом Каргер упоминал еще очень вскользь. А, Каргер, это который копал Киев? Да, да. Ну, в основном Закревский у нас описывал. Собственно, Каргер на его планах основывался в свое время. И после этого вот как-то этот монастырь выпадает вообще из исследовательского поля. Хотя есть какие-то Ирининские ворота вроде бы в Киеве. Вернее, были. Да. О них, по крайней мере, упоминают тоже поиски временных лет и так далее. А Патерик вы назвали, это имеется в виду Киево-Печерский Патерик, да? Да, да. Автором которого кто-то из исследователей называет того же монаха Несора, да? Да. То есть, считается, что частично он тоже написал. Понятно. А скажите, пожалуйста, Алексей Студит, это кто? Брат, отец, сын? Кто это? Это тоже афонский старец. Я сейчас затруднюсь указать его родство. Я знаю, что новгородскую традицию иногда связывают, монастырскую, с именно Алексеем Студитом. Да, то есть, монастырь Антония, римлянина, он вот как раз, ну, некоторые исследователи говорят, нет, вот он именно оттуда брал. А, понятно. Свои приводят, с их точки зрения, убедительные доказательства. Не знаю, насколько вот логична аргументация. Ну, понятно. Я просто напомню, что Антониев монастырь – это один из самых древних монастырей новгородской земли. Еще напомню о том, что в древнем Новгороде существовало своеобразное двоевластие в церковном управлении. С одной стороны, новгородский владыка, который избирался на вече, то есть он был главой новгородской церкви, а с другой стороны, новгородский иерарх, который управлял именно монастырскими вотчинами и монастырями как таковыми. И там даже было какое-то противоречие и противостояние между этими двумя фигурами. Было и очень серьезное, особенно Антониев монастырь, он как-то на особицу всегда лежал. И даже если смотрим по житию Антониева Ремлинина, то он когда прибыл в город, ну, он прибыл в пригород Новгорода, тогда село Волховское на реке Волховец, да, и он два года жил вот в этом месте. За пределами Новгорода. Причем иерархи про него знали, его Никита, тогдашний архиерей, пригласил к себе. Представляете, да, приглашает вас архиепископ, какого-то пришлого человека познакомиться. И вот они встречаются, по каким-то маркерам опознают друг друга, и вдруг Никита ему кланяется, Антонию. То есть он признает, что Антоний выше по иерархической лестнице. Еще себе. И он его зовет к себе жить. Антоний говорит, нет, я не поеду. То есть, и там два года он живет в очень некомфортных условиях, даже по меркам того времени. То есть он строит себе сначала хижину простейшую, вот на том месте, где ее выбросили, а потом становится ктитером, пожертвователем, иначе деньги строится церковь. Сначала деревянную, потом уже каменную построили. И потом уже и монастырь, да, фактически на его средства. То есть он и сам монастырь лежит как-то очень на особицу. То есть это идет строительство кафедерального храма будущего монастыря. Да. А он кому этот храм был посвящен? Рождества Богородицы был посвящен. А, Рождества Богородицы, да. И Антоний в монастыре, он Рождества Богородицы, Богородичный культ. Богородичный культ был, кстати, характерен для христианства времен именно Владимира. Потому что при Ярославе уже будет культ Святой Софии, который будет подчеркан, скорее всего, именно из Константинополя. И вот по аналогии с Константинопольской Софией потом будут возводиться аналогичные соборы и в Киеве, и в Новгороде, и в том же Полоцке. Есть даже информация, что и в Чернигове тоже был свой Софийский собор и так далее. Да, да, да. А вот, например, Богородичная церковь или Десятивная церковь в Киеве, которая возводилась во времена Владимира, она как раз была посвящена культу Богородицы. То есть основание этого монастыря – это как раз время Владимира Святого. Примерно, чуть позже, сам Антоний пребывает в 1006 году. Ну, 1006 год, да, Владимир как раз, он же умер, Владимир, в 1015 году. То есть, по сути дела, это спустя там, условно говоря, где-то 17-18 лет после официального крещения Руси. То есть это один из древнейших монастырей Новгорода, которые основаны именно на студийском уставе, да? Некоторые считают, что это Алексей Студитто устав, но не находят, скажем так, широкого отклика в научной общественности. А, вот так вот. То есть некоторые считают, что наоборот был основан на основании уставов итальянских. А, понятно. Но у нас, собственно, коллеги из Италии пока никакой информации не дали о том, какие исследования. То есть им Антоний Римлянин практически неизвестен. А, вот так. И это такое отличное направление для новых исследований. То есть посмотреть, а что же, почему топоним-то Римлянин, а мы ничего не знаем, и сами местные тоже ничего не знают. А, понятно. Вот мы определили студийный устав. Следующий какой устав? Следующий устав, устав святого Бенедикта. Этот устав появляется в районе 4-5 веков. То есть раньше? Да. Они, на самом деле, примерно в одно и то же время появляются. То есть у нас рубеж 3-5 века. Вот все уставы, они появляются примерно, вот, там, 6 иногда захватывает в это время. То есть святой Бенедикт, и потом от него орден бенедиктианцев будет. Это чисто итальянский святой, который основывает в Монте-Гаргана монастырь. Там живет. Устав достаточно строгий, с одной стороны. И с другой стороны он находит какой-то вот очень широкий отклик среди масс населения. Потому что в Европе будет распространен именно вот этот устав в основной своей массе. Если мы посмотрим на выборку монастырей, то они живут именно по правилу Бенедикта. Именно европейские монастыри. Вот у нас данных нет. Я отрывочное сведение встречала в XII век монастырь Святой Марии в Киеве. Считалось, что он был бенедиктианским. Найдены только остатки строения, и письменных источников у нас нет. Но он существовал до XII века, он точно уже существовал. Вот его заняли бенедиктианцы. То есть какой устав был до XII века, мы не можем подтвердить. То есть на Руси вот этот вот устав бенедиктианцев, он отсутствовал, по сути дела. Вот за исключением этого примера, который вы привели. Вот на ранних этапах я бы сказала, да. А вот как-то попозже, в районе XII-XIII века, наверное, даже XIII век, уже даже после монгольского нашествия, как-то начинают появляться. А, вот так. Но не было особого прям распространения. А, то есть на Руси тоже были уставы, которые были основаны, вот условно говоря, на... Были, были, но позже, и у нас нету пока таких работ, которые бы нам показали, что вот этот монастырь конкретно был основан по такому уставу, а потом перешел под другой устав. То есть у нас вообще, наверное, даже выборки нету, сколько всего монастырей, и когда они были основаны, нет общих работ. А, понятно. То есть здесь, условно говоря, поле для научного поиска огромное. Огромное. То есть если мы охватываем даже ту Русь, которая существовала, начиная с существования христианства до монгольского нашествия, мы вот очень выборочные какие-то фрагментарные сведения и работы. То есть не собранные воедино. Слушайте, ну это удивительная вещь. Я понимаю, когда светские ученые, там условно говоря, вот как вы, или как, например, тот же Олег Михайлович Рапов, Ярослав Николаевич Рапов, занимались изучением раннего русского христианства. А почему же тогда сама русская православная церковь не занимается? Казалось бы, ей и карты в руки, да? У вас есть собственная аспирантура, причем не одна, насколько я знаю. Вы теперь во многом входите и даже в светские учебные заведения. У вас есть помимо аспирантуры и собственные высшие учебные заведения, помимо духовных академий. Но вы не встречали вот работу там, условно говоря, представителей церкви, которые были посвящены этим аспектам ранних веков монастырской жизни? Пока нет. Вот самое удивительное, да, даже если бы, ну, хотелось бы, наверное, по епархиям хотя бы посмотреть. Крупные монастыри как-то вот исследуются еще, большие. А вот мелкие обители, а их же тоже немало было, они вообще выпадают. И вот я, например, затруднюсь назвать количество вообще, какое существовало. Общее количество монастырей. Общее количество монастырей. Да, работы были. Описание монастырей, это тоже конец 19 века, была подобная работа. Она фрагментарна, насколько это подтверждено. Ну, некоторые монастыри прям были, ну, две строчки написаны, что существовало и так далее. И все, без ссылок на... И все, без каких-то аргументаций, без доказательств, без археологических раскопок, может быть. То есть, работы на самом деле очень много. Вот если так исследователи займутся, и это было бы, наверное, очень хорошей помощью посмотреть, что вообще было. Потому что дальше, что у нас тянется, монастырские сокровища, монастырское имущество, которое было конфисковано, да, и описи хранятся там в архивах. А что после упражнения монастырей, какие чудесные предметы или реликвии хранятся, мы можем даже и не знать. Понятно. Может быть, они где-то в музее лежат в фондах, а мы мимо них проходим. Ну, я понял, да. И тогда вот третий устав, о котором вы говорили. Да, и будет еще четвертый. Значит, третий устав – это устав святого Августина. Он очень специфический, потому что, если Бенедикт – это человек, который подвержен страстям, который понимает, что он живой мужчина, который борется со всем, там, и покушать любил, и у него в уставе очень четко видно, там, прям, ограничения по еде очень жесткие, с одной стороны, то у Августина, он такой сам по себе был, вот, ну, мы бы, наверное, сказали, книжный червь такой. Его, в принципе, вот, мирские какие-то вещи мало интересуют, и поэтому устав, он у него, ну, такой специфический, да, он тоже достаточно суровый, строгий, очень жесткий. То есть, если ты правило нарушил, тебя все, изгонят из монастыря без права вообще восстановления. А вот у Бенедикта можно было. А-а-а. Вплоть до того, что прежде чем попасть в монастырь, ты должен там несколько дней или даже недель под стенами монастыря жить и, вот, доказывать, что ты достоин, чтобы те двери открылись. А святой Бенедикт и святой Августин – это были одними из первых христианских монахов, да? Не одни из первых, но вот считается, что одни из первых, которые уставы такие письменные дали. Создали письменные уставы. То есть, эти письменные уставы сохранились, но не в аутентичном виде. То есть, они же писались, вот вы сказали, это 3-й, 5-й век, но, может быть, там, начало 6-го. Да. То есть, рукописи этого периода у нас нету. Есть более поздние источники, да? Вот в одном случае там рукопись сохранилась даже, вернее, список с подлинник, а в другом случае, по-моему, в 17-м веке, и, по-моему, это Августин был, если не ошибаюсь, рукопись исчезла, и есть тоже более поздние списки. А написано они латынью, да? Ладно, все на латыни. Все на латыни, и тот, и другой устав, да? Да, да. А там сохранился подлинник, или это тоже более поздние списки? Вот здесь вот я не могу вам сказать, подлинник ли это, но вообще, как правило, вся церковная традиция говорит, что у нас есть подлинник, может быть, даже просто фрагмент подлинника показывает, все остальное, это... Более поздние списки. Да, более поздние списки. Причем иногда даже в переводном варианте, как вот, например, с теми же студицами, да? Да. То есть, уже на русский язык переводный. Ну, а как иначе, да? Ну, да, да, да. Босслужение вести, как иначе? Помогать верующим, да, понимать правила вообще общежития в монастыре. И еще один устав, который в Европе вообще был очень распространен. То есть, если Августин, это такой... Жизнь такая не для всех. Туда приходили в основном люди, которым было близко вот такой какой-то мистицизм, чтение книг, вот они на это упор делали, такие вот, может быть, ученые, какие-то практики, то Бенедикт, он попроще для всех людей. А вот Колумбан, Святой Колумбан, это очень распространенный устав в Европе, в европейских монастырях. Это шестой век у нас с вами, ну, Беш пятого-шестого века. И здесь он стал уникальным тем, что в определенный момент, примерно до девятого века, он получает широчайший отклик по всей Европе. Почему-то вот те нормы, которые установил Колумбан, они были понятны как обычному человеку, так и очень ученому, и княжеским каким-то фамилиям. Ну, сам Колумбан такой был, очень неординарная личность, и, как про него даже сейчас некоторые говорят, и в то время говорили, что он соединял несоединяемое. Вот у него вот это умение какое-то было, и, собственно, монастырей, которых он основал, некоторые исследователи до трехсот говорят. Ничего себе. То есть вот лично. Но он вообще там 33 года по Европе, то есть он вышел из Ирландии, пришел в Аквитанию, потом пошел в Италию, потом из Италии вернулся в Германию, потом в Скандинавию, потом опять в Италию. Ну, в общем, ходил практически, всю Европу исходил за 30 лет. Совершенно был такой очень подвижный, очень такой активный. И устав у него такой. Он строгий, потому что, ну, как иначе без ограничений. Но при этом вот какой-то очень отклик был у всего населения. И через какое-то время бенедиктянский устав, вот он, ну, не сказать, что начал побеждать, но, видимо, пришло то время, когда вот нужно было вот такие нормы, жить так, которые заповедовал Бенедикт. И через какое-то время те монастыри, которые были под уставом Колумбана, они переходят под такое смешанное правило. Устав Бенедикта Колумбана – это такой какой-то феномен. Про него немецкий исследователь Принц писал в свое время, там, в районе 50-х, 60-х годов. И публикации были, часть. И плюс еще, знаете, связано это было с тем, что начала католическая церковь запрещать жить вот по уставу Колумбана. Очень она мне нравилась. И некоторые монастыри пошли на такую хитрость, наверное, что были, чтобы вот замаскировать, потому что они достаточно близки вот именно по духу. А вот эти монастыри, они были распространены главным образом в Центральной и Северной Европе? Да нет, не сказать, что в свое время «История Англии» выпускалась. Было переиздание в 2010 году. Там у них был том только с картами. И вот если на карту посмотреть, они в очень плохом состоянии, то есть они не очень хорошего качества. Но если посмотреть на распространение по Европе бенедиктянцев устава и устав Колумбана и Бенедикта, то это вся Европа прям усыпана. То есть не сказать, что это прям вот какая-то конкретная локализация, да? А прям вот широкая сеть. И в Италии мы видим, в Испании там чуть меньше, но тоже есть. Но это вообще области, которые русскому исследователю недоступны в принципе. А, понятно. А скажите, пожалуйста, а в чем-то принципиальная разница вот между этими уставами была? Если вот мы возьмем, например, вот четыре основных устава, да? Вот есть какая-то принципиальная разница, которая отделяет один устав от другого, от третьего? Ведь смысл появления этих уставов, он был связан, видимо, именно с этим? Или это все-таки такая, ну, еле заметная, условно говоря, разница, которая не играла какой-то принципиальной роли? Не сказать, что еле заметная. То есть исследователю сразу видно, что вот здесь живут по уставу Колумбана, здесь по Бенедикту, здесь по студиту, скажем. То есть все дело в таких каких-то мелких штрихах. И вот, например, бенедиктианцы мясо не ели, да? А вот остальные, ну, там, спокойно относились. Ну, вот у Бенедикта, например, вообще очень подробно прописано, как надо себя вести в различных ситуациях. А вот у августинцев такого нет. То есть у них как бы одно правило на всех. То есть различия были, они... То есть там детализации, условно говоря, поведения нет. То есть есть какая-то норма, но вот такой подробной детализации нет. Да, вот у августины нет. А вот у этих есть. Понятно. Вплоть до того, как должны одеваться, сколько раз в год менять одежду. А, вот так даже. Что вот зимой мы такую рясу носим, летом мы такую рясу носим. То есть такие вещи. Это, кстати, очень хороший источник для понимания, как жили монахи, каков у них был быт, сколько раз они молились. Потому что многие считают, что монахи – это люди, которые не работают, только молятся, думают о духовном. И забывают, что на ранних этапах христианства, да, и на ранних этапах монашества монахи – это люди, которые выбрали для себя такой путь жизни, когда они совмещают и физический труд, и духовную работу, условно. Духовную работу. То есть как бы они работают на двух работах, скажем так. Ну да, да, да. И вот в этом, наверное, они очень отличались от остального общества. Вот такой подвиг за всех остальных, да. То есть почему они становились зачастую примерами для других людей. Вот именно поэтому, что добровольно нагрузить на себя вторую работу. Наша программа подходит к концу. Может быть, два уточняющих вопроса. А на Руси все-таки вот из этих четырех самых распространенных уставов какой превалировал? Студийский, по всем остальным, можно отметить, что, например, в Киево-Печерском монастыре есть какие-то элементы, которые выходят за рамки студийского устава. Например, у нас часто говорится во многих уставах монастыря, что, и, кстати, к Антонию Римлянину, что монастырь возник тогда, когда к игумену пришло 12 иноков. Тогда открывается монастырь. А, то есть это вот по студийному уставу? Это не студийские традиции, совсем не студийские. То есть она выбивается. А, то есть вот эта норма выбивается из этого устава. А по студийскому сколько? А по студийскому там нет ограничений. А, нет вообще. Да, там не указывается количество. Здесь прям четко 12. То есть Христос, да, аналогии 12 апостолов. А, апостолов, понятно. А характерно для устава Колумбана, например. Ну, вообще для ирландцев характерно. Вот эти самые 12 человек. Да. А, понятно. Но получается, что у нас источники очень фрагментарные, письменные. И остались какие-то пережитки, воспоминания, да, не связанные с официальными документами. А скажите, пожалуйста, а вот по всем этим уставам аббат монастыря, или, условно говоря, настоятель, да, или игумен по нашему там, да, он выбирался на первоначальных... По-разному. А, по-разному, да. В разных монастырях, в разных уставах, по-разному. Вот Антония, например, римлянина, его выбрали. Причем, представляете, он в Новгород прибыл, ему 39-40 лет, а игуменом он стал в 65. Ничего себе. И мы практически ничего не знаем, чем он занимался. Четверть века. Да. То есть он был, ну, мы знаем, да, что он был ктитором монастыря. Ктитор, это объясните нашим телезрителям, а ты кто? Ктитор, это человек, на чьи средства организуется монастырь. Ну, да, да, донатор еще говорят. Донатор, да. То есть, ну, говоря современным языком, спонсор, который дает деньги на строительство монастыря. То есть, возведение соборов, телей монастырских, если надо, крепостных стен, проезжих ворот и башен и так далее, и так далее. И вообще говорит о том, какую политику, да, проводить в монастыре. Но вот здесь очень такая любопытная вещь, причина была, что он не мог совмещать игуменство с ктитором. Причем, если посмотреть по житию, у нас нету имен игуменов, которые занимали должности до Антония. А, понятно. Ну, то есть, они как-то вообще исчезли из поля зрения. А монастырь-то вел активную работу, то есть, среди населения огромная популярность, богатейший монастырь. Да, да, да. Да, любопытные такие исследовательские направления опять открываются. Которыми, к сожалению, мало кто занимается. Пока никто. То есть, вот на конференции в честь Антония Римлянина и 900-летия поднимался этот вопрос. Ну, вот. А вот она не там, да? А вот и ныне там. Скажите, пожалуйста, Анастасия Александровна, вот последний вопрос, связанный опять-таки с уточнением. Я вот знаю, что при митрополите Алексии, это старший современник Дмитрия Донского, который долгие годы определял политику не только московского княжества, но и вообще многих русских земель, на смену Келиотскому уставу приходит так называемый общежитийный устав. Это суть разные вещи, не связанные вот с теми уставами, о которых мы с вами говорили, или это все-таки есть некая составная часть вот этих самых уставов? Составная часть. Составная часть, да? Составная часть. Дело в том, что, вот, кстати говоря, разные уставы, да, они по-разному говорят, ну, это же то, как монах распоряжается имуществом. Ну да, 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 и организуется жизнь внутри монастыря. Да, то есть как удовлетворяются базовые потребности, как бы мы сейчас сказали. И вот здесь вот эта любопытная смена, потому что сначала-то была общежитийный монастырь, да, как-то распространены с такой активной социальной позицией, когда они идут в мир и несут слово, благодаря которым все остальные могут спастись. Нету такого, что не замкнулись в стене и спасаются сами, то и тогда остальные могут спастись. Участвуют в политике, участвуют в обычной жизни. То есть мы разные примеры видим и в патриках, и как вмешиваются в политику, иногда даже в убийствах, в заговорах участвуют. Ну да, да, да. Ну, то есть показывают себя такими людьми, которые борются, да, со страстями. Не всегда это получается, но люди все равно стремятся. Ну, они замаливают. Если у них не всегда получается, они идут и замаливают свои грехи. Церковь для этого, собственно говоря, и предназначена для того, чтобы грешить, а потом идти и замаливать свои грехи. А в Западной Европе, в Римской католической церкви, это вообще будет поставлено на бизнес, так сказать, основу. И мы хорошо знаем, что начнется продажа этих самых индульгенций. И церковь, кстати, здорово на этом поднимется, да? Да, именно поэтому церковь начинает подниматься, но начинает уходить вот эта вот такая духовность, которая существовала до 11 века. Да, и при этом церковь начнет становиться активным участником уже, как вы правильно сказали, чисто политических процессов. Вот, и во многом участвовать в неблаговидных делах. Ну, достаточно вспомнить, например, эпоху Инквизиции в Западной Европе. Нам сейчас пьяняют на нашей странице истории, например, эпоху Сталинизма. Или Иван Грозный, да? Или Иван Грозный. Какой жестокий правитель был, забывая, что действовал в контексте своей эпохи. Это было совершенно нормально. Да, и причем по сравнению со своими коллегами по монаршу Марии Мислу, которые занимали тогда Европейский престол, он вообще чуть ли не Агнец Божий был. Судя по количеству жертв, принесенных, так сказать, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Потому что Европа тогда буквально полыхала в этих инквизиционных кострах. Причем пострадали от этой инквизиции в значительной части многие молодые и красивые, что важно, женщины под разными предлогами. И талантливые монахи тоже, кстати, страдали. То есть помните, как с тамплиерами расправились. То есть полностью уничтожили многие ордена. Несмотря на то, что именно ордена дали некую устойчивую духовность, которую социум смотрел на их поведение, как-то они держались. Не было таких волнений, негодований, как это пойдет во времена реформации. А, вот так, да? То есть они выполняли важную социальную функцию, да? В 12 веке ордена очень, то есть благодаря этому-то удержались от кризиса католической церкви. И смогла додержаться вот до 14-го. 15-го века, да. 14-го, 15-го. Когда начнется эпоха реформации. Эпоха, собственно говоря, религиозных войн. Да, потрясений, недовольств, когда вот этот взрыв уже невозможно было сдержать. А эти ордена во многом, они ведь еще играли не только там, условно говоря, религиозно-богословскую роль, да? Но это были ведь и воинские ордена, да? Разный функционал был, да. Где-то были воинские, где-то были ордена созданы специально для сопровождения торговых караванов. А. И при этом вот какие-то духовные. Ну, это такая частая практика, когда с караваном отправляют монахов, которые, с одной стороны, духовные лица, а с другой стороны, выполняют и функционал защиты, а некоторые и как шпионы используются. Разведки, да, да, да. Такие разведка, да, то есть... Но при этом обратите внимание, что на Руси вот этот принцип организации, орденской организации монашеской жизни все-таки не прижился, да? А у нас его не было, да. Но мы об этом поговорим обязательно в следующий раз, в том числе и поговорим более подробно и о Келиотском, и об общежитийном уставе, потому что у нас сейчас вроде бы как бы принят общежитийный устав, да? Келиотского устава в чистом виде не существует, да? Но, тем не менее, там есть свои тоже особенности и всякие нюансы, которые мало известны вот рядовому как бы обывателю, тем более не вовлеченному в религиозную или, я бы даже сказал, в церковную жизнь. Я хочу вам выразить в очередной раз большую благодарность за наш сегодняшний разговор, приходите к нам еще раз в гости, а с вами, дорогие друзья, я вынужден расслабиться, всего вам доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok